Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Divinity Original Sin 2. В прошлой серии мы повоевали с крокодилами, нашли перчатки телепортации, немножечко пострадали некоторые наши персонажи. Кстати, Фейна мы можем и вылечить сейчас. Никто там не против, что я своего напарника немножечко потравлю. Надеюсь, никто. А вот Лоуси, как нам подлечить, я даже не знаю, надо бы купить все-таки книгу лечения. Наверное. Потому что у меня только свитки сейчас на лечении есть, а это как-то не то. Так, ладно, в любом случае, давайте сдадим мы задание на перчатки телепорта. С этим мы говорили, вот этот вот, по-моему, товарищ, да, хочет, чтобы я его телепортировал. Давайте сохранимся на всякий случай. Вальц, мы с ней общались? Я думал, тебя давно вылечили. Алые слабаков обычно жалеют. Грибы какие-то, видимо. Ну что, знаешь, кто мог спереди... А, это эта, которая... Ну тогда мы это, мы уже... Мы уже нашли припасы Грифа и вернули их ему. Ну надо же, ты у нас прямо герой, а Гриф мог бы сказать мне, чтобы я тут не бегала как дура и не рыла носом землю, пытаясь отыскать то, что и так давно найдено. Погруженная в размышления, она начинает что-то бормотать и взмахом ладони отсылает вас прочь. Ну что, есть новости? Да, телепорт у нас. 600 опыта мы получили. Что ж, мне с тобой определенно повезло. Путь туда удобный и скрытный. Он начинается с небольшого алькова на берегу. О, мы в альков этот сейчас возвращаемся. Дай сюда карту, я отмечу куда идти и побыстрее. Нам нельзя терять время. Он сам побежал туда, да? Вот, кстати, нам в этот альков... Где он? Вот он, нет? Да, вот альков этот как раз. О, может быть сюда? Телепортнёт его. Ну, короче, это интересно. Но, для начала... Для начала мы пообщаемся с народом вот здесь. На вот этой вот разваленной стене. Селёдку пособираем, а в альков пойдём чуть попозже, когда тут закончим. Может, ещё какие задания получим? Было бы весьма хорошо. С ней мы общались? Женщина хватается за горло, словно задыхаясь. Постучать её по спине и спросить, всё ли с ней хорошо. Не трогай меня, ты слишком близко. Этот ошейник, этот форт, они вытягивают из меня жизнь. Сказать, что мы понимаем её чувства. Вот как? На вид у тебя всё в порядке. Разве ты не чувствуешь, какой тугой этот ошейник? И мы ничего не можем сделать. Ничего не можем делать. Она вновь хватается руками за горло, пытается тянуть ошейник, чтобы вдохнуть, но ничего не получается. Ясно. Наверное, когда я научусь открывать ошейник этот, да, тогда будет всё хорошо. Так, секунду. Так, окей, мы продолжаем. Давайте мы... С ней мы только что поговорили. Идём наверх, поднимемся. Там есть какие-то люди, с которыми можно пообщаться. Так, Сибила, ты нам нужна. Открыть пустой ящик. О! Веселье с топором. Давайте мы прочитаем. Так, примитив... Да, мы теперь можем делать примитивные топоры и сразу кинем это на продажу. Так, хорошо. Глядите, парни, что тут у нас? Новенькая. Мы любим новеньких, верно? Просто обожаем. Я думаю, с ней лучше так не разговаривать. Хочешь сыграть с нами в карты? Первый кон за наш счёт. Окей. Отлично, командир. Вот твои карты. Твой ход. Вы смотрите на свою руку. Два фиолетовых... Монарха. Отличный расклад. Разыграть свою руку. Окей, наверное. Отличная рука, салага. Но, к сожалению, два меньше пяти, а именно столько у меня фиолетовых. Похоже, я победил. Так что, что там с платой? Нахмурить брови и сказать, что такого быть не может. Очевидно, он играет нечестно. Хочешь во всех своих бедах только что встреченного парня обвинять, да? Прикуси язык, иначе я разозлюсь, и твой долг вырастет вдвое. Давайте используем Сибилу. Слушайте, как удачно мы так подошли Сибилой первой. Она ж там умеет гадать, что-то у неё там есть такое, да? Собрать карты и ловко перетасовать их с лихим щелчком. Подмигнуть ему и предложить. Он выбирает карту, если вы её угадаете, то он вас отпускает. Вижу ты из тех, кто не прочь поиграть, красотка. Что ж, шансы мне нравятся. Давай сыграем. Он тянется к вам, чтобы взять карту, и... Вы идёте на огромный риск. Пока он выбирает карту, вы лезете к нему в карман. В пуговице его рубашки отображается что-то золотистое. У вас есть один шанс из трёх правильно угадать карту, воспользоваться им. Слушайте, я даже не знаю. Давайте залезем к нему в карман. Его кошелёк оказывается у вас в ладони. И вы прячете его в карман. Эй, погоди-ка минутку. Карты так раплённые. Но ты, небось, уже догадываешься. Тогда что у меня в руке? Золотая тройка? Что-то золо там отблескивало, да? Наверное. Нет? Как там? Можно вверх почитать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, нету тех вариантов, да, по-моему, или что? Блин, да? Того чё-то нету. Ну, ладно. Золотая тройка. Неправильно. Ты хоть и красотка, но мозги у тебя эльфины. Эльфины. Плати живо, иначе, раз уж такая игривая, придётся поиграть с тобой в кое-какие другие игры. Отдать снаряжение и уйти с его тяжёлым кошельком только в вашем кармане. Громко вздохнуть, отдать. А какое снаряжение? Слушай, чё? А что он просит? На что мы вообще играли? А я чё-то не врубил. Поклясться, что у вас нет с собой ничего ценного. Иди своей дорогой, обойдусь без твоих жалких грошей. Только Гриффу не говори, что я такой добрый. Окей, давайте расспросим о Гриффе. Он тоже заключённый, но по нему и не скажешь. Заправляет тут не хуже самой Далис. Ты запросто найдёшь его на кухне, только вот вашу братья он недолюбливает. Окей. Где там мои бабки? Кошель для монет. Три копейки мы нашли. Чё-то он какой-то небогатый. Ну да ладно. Кошель у меня... Будет, может, пригодиться. Так, ладно. Чё ты хочешь? Вот странный. Чё надо? Ваши собираются в пещере на востоке. Топают туда, если не хочешь, чтобы морду в кровь разбили. Она же Дварфиха. Чё она? Она же такая же. Да, вот. Спросить, как она оказалась в человеческой банде. Все хотят выжить, верно? Я намерена продержаться в этой адской дыре столько, сколько смогу. Ясно. Так. Граната угненного смерча. Слушайте, какие тут штучки валяются. Может, мы попробуем с этими громилами... А, мы, кстати, можем поспать, да? Кто вот это... А, тут на башне ещё сверху кто-то был. Точно. Мы можем вздремнуть. Во-первых... Так, камера, вернись. Куда-нибудь... О, есть ещё куча дров. О, есть ещё куча дров. Топ-зи-герой. О, да, смотрите. ХП восстанавливается. Прикольно. Всё. Живём. Живём. Так. Ты вставай, наверное, уже. Хватит валяться. Давайте попробуем. Может, слушайте. Мы их двоих запросто затащим. Единственное, что меня могут посадить за... Но, с другой стороны, гопники постоянно всем морду бьют, да? Чё я хуже гопников? Замочу всех их и всё. Давайте с этим магистром пообщаемся. А, это как раз дочка этого, да? Слушайте. Безумного того чувака, которому мозги вправляла кувалда, и черви туда заползли в него, да? Она дырок в голове в него набила. И, короче... Эй, ты, эльф. Я ищу одного заключённого. Человек невысокий, в толстых очках, любит бросаться эксцентричными фразами. На шее носит большой бронзовый медальон с драконом. Он тебе не попадался? Извините и сказать, что такого не видели. Безумца. Так. Заключённого. А, наверное, да? Невысокий. Да ничего там, он такой громадный был. Я даже не знаю. Может быть, встречали его. Ты видел его? Скажи мне, где он? Блин, слушайте, я даже не знаю, сказать ей правду. Или, может быть, не надо. Вот у меня лопата, кстати, на продажу есть. Если вдруг... Чё? Но он просил не говорить, да? Давайте, наверное, всё же расскажем. Чтобы она знала, на кого она работает. Что они с её отцом сделали. Это же её отец, правильно? И это был точно он? Отдать ей кольцо? Слушайте, отдать кольцо? Может, не надо? Кивнуть? Вы совершенно уверены. Скажите, что не про кольцо. Ладно. Вы заслужили тег «Герой». Теперь вам будут доступны особые героические варианты действий реплик. О, слушайте. Она внимательно осматривает кольцо. Этого не может быть. Говоришь, ты его видел у берега? Я должна взглянуть на это сама. Это... Это просто невозможно. Пойдём посмотрим. Гейст убийцы закрыта. Кольцо Миги узнала его состояние. Оказалось, что это её отец, преображённый магистрами. Так, с телепортом понятно. Орнике найти её отца. В Наргаде нам дала ключ от главного корпуса форта. Блин, у меня столько возможностей уже выбраться отсюда. Однозначно пригодится вам во время побега. Хорошо. Тогда давайте мы сейчас залезем сюда для начала. Тут кто-то сидит в башне. Видом любуется. Может, спрыгнуть хочет. Пришли же нам, твоим детям, что молят тебя нового божественного. Брат Байер. Ничего интересного нет. Приветствую, дитя. Должно быть, ты очень-очень далеко от дома. Наверное, печально быть так далеко от близких. Мне это хорошо знакомо. Солгать, что да, разумеется. Вам прекрасно известно это чувство. Да, давайте эльфа используем. Не обращайте внимания на его замечания. Вы прекрасно чувствуете себя в одиночестве. Хотя, слушайте, положите руку ему на плечо. Это первые добрые слова, что вы слышали за долгое время. Горько это слышать. С исчезновением божественного наш мир стал темным, мрачным, как никогда. Когда он вернется, с ним придет и радостный мир. Брат Байер. Ладно, мы запомним, что ты здесь. Мне вот еще тоже интересно. Если я на вот этих вот ребят нападу, ну или сейчас в диалоге мы сейчас с ними поспорим и поругаемся, что будут ли на меня все остальные нападать, эти гопники? Давайте попробуем, в любом случае. А, слушайте, мы вон слезняка не заметили еще. Точно. А, ты чего тут делаешь? Разве Гриф не подвесил тебя за лодыжки на кухне? Подыграем. Скажем, что он отпустил нас за хорошее поведение. А, это на него не похоже. 72 хп у них. Мы вроде все бодры и полны сил. Давайте. Иди своей дорогой. А, все, они уже не хотят со мной общаться. Ну ладно. Если через диалог я их не могу вывести на честный бой, тогда фиг с ними. Провоцировать их на что-то другое я не собираюсь. Ну, там, что-то своровать можно было. У них там бомбы у них валяются, да? Вот тут вот зелье лечения. Бунт в бутылке. Граната. Так, хорошо. Здесь мы тоже со всеми разобрались. Идем первым делом тогда поговорим с... Как нам туда пройти-то? С орникой. Или как там? Орника, да? Вроде бы. Пойдем посмотрим, что здесь творится. Надеюсь, нам эта история как-то продолжится. Что они с тобой сделали, папа? О, мы что-то нашли. О. Милая девочка-орника. Это была она, да? Чудовище. Что там? Что там? О! А, это... Все, я понял. Назад, назад, назад. Я сюда не хотел. Простите, пожалуйста. Гетто Форта Радость. Вернулись мы. Папа, что случилось? Что они с тобой сделали? Ясно. 77. Бронемагическая. 150. Наверное, будет очень больно бить, если мы... Не думай о плохом. Вот я, вот ты... Мы вместе. А. Все. Ладно, давайте сохранимся еще разок и попробуем поговорить с ними. Я не знаю, насколько это хорошая идея. Папа, это правда ты? Как ты выросла, мой цветочек? Что они сделали? Спросить, зачем она отправила Форта Радость собственного отца. Разве она не знала, что с ним произойдет? Она смотрит на вас, и в какой-то черте ее лица считается ненависть. Я не хотела ничего подобного. Какая-то не очень героический вариант диалога. Отметить, что он больше не человек. Что бы с ним ни случилось, оно уничтожило как его тело, так и разум. Сказать, что вы рады их воссоединению. Даже при таких обстоятельствах. Я даже не знаю. Блин, давайте мы геройскую реплику используем. Хоть она и не очень мне нравится. Сказать, что кто бы это ни сотворил... А, кто бы это... Это в смысле, кто бы с ее отцом ни сотворил. Я правильно, я подумал, что на вот это вот кровищу и кости. Кто бы это ни сотворил. Поэтому да. Ха, я тысячу раз умру, но не оставлю это безнаказанным. Окей, я думал, что-то будет интереснее. Ну, ладно, я рад воссоединению, даже при таких обстоятельствах, наверное. Она смотрит на отца и слегка улыбается. Как и я. Знает ли она, кто за это в ответе? О Кувалде всегда ходили слухи. То есть о Даллис. Я хотела... То есть о Даллис я хотела сказать. О том, что она делала с теми, кто его забирала в свою крепость. И почему никто из них не возвращался к остальным. Думаю... Думаю, теперь я знаю. Спросить, она вообще сталкивалась раньше с таким видом магии. Похоже, ее отец пострадал от некоего странного способа лечения. Он странный. Напоминает существ, которых держит при себе Даллис. Иногда из-под их масок можно услышать какое-то бормотание. Она тянется, чтобы коснуться руки отца. Он быстро отдергивает руку, затем приходит в себя и сам тянется к Орнике. Я понятия не имела. Ну и дура же я. Погоди, пока ты еще здесь. Ключ магистра мы получили. Ты очень нам помог. Позволят платить тебе тем же. У меня есть немного золота. Еще возьми этот ключ. Я покажу место, где можно им воспользоваться. Он открывает дверь в форт. Возможно, так тебе удастся покинуть это гнилое место. Для тебя еще не поздно. Нет. Так, сущность земли. Кожаный доспех. Посох двуручный. Но двуручный посох меня не особо радует, наверное, все же, потому что мне больше нравится со щитом быть. Особенно пока что, пока бьют больно. Давайте возьмем кожаный доспех. У нас явно не хватает доспехов-то. Где там доспех нам закинули? Флакон с ядом. Ключ магистра. Изящная, отмеченная эмблема магистра. Ключ, сверкающая, словно монета. Так. Давайте посмотрим. У меня кожаная броня и так. Два физической, два физической. Ноль. Защиты вообще. Оденем. Кстати, знаете что? Мы сейчас... О-оу. О-оу. Это я зря сделал. Снял со скелета. Боже, как неловко. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Это мы загружаемся по-любому. Это... Это я случайно. Это я случайно. Я хотел... Короче, дать кожанку... Вот этой вот... Неловкий момент получился. Забыл я как-то совсем, что не стоит оголять свои костяные ребрышки. Так. Тут мы открыли, выкопали, да? Это как раз у нас проход под землю. Сейчас проведем еще разок этот диалог. Так. Берем опять кожанку. Отлично. И теперь... Одеваем кожанку. Сначала ей. Теперь себе. Отлично. И теперь ей одеваем кожанку. Все. У них теперь брони будет чуть побольше. Так. Сюда мы пока что не идем. Там, правда, интересно все выглядело. Тоже какая-то немаленькая локация с подземельем. Давайте посмотрим, что у нас тут еще. Вход в пещеру есть, да? Надо Вальков нам еще сходить обязательно. Дверь в форт. Вот здесь есть дверь в форт. Но, блин, я даже не знаю, стоит ли нам сейчас идти в этот форт. Потому что что-то как-то... Может все оказаться... Очень неприятно там. Но пока да. Пока идем в Вальков. Сейчас зайдем на перчатки телепортации. Потелепортируемся по всяким местам, где мы еще сундуки не пособирали. Я хочу еще с грифом поговорить. Купить. Ясно. Я думал, может, его замочить можно. Окей. Все, пошли тогда. В Вальков. Вроде бы. Вроде бы. Как минимум с частью. Вот дверь в фор, да? Лестница куда-то вверх. Может, ее как-то можно поднять, опустить. Мешок, клеща. Ладно. Потом мы туда заберемся, я думаю. Но меня там точно не будут рады видеть. И все, мне кажется, будут на меня нападать. Но это не точно. Так. А ну-ка, давайте поговорим еще с ней. Несколько вопросов, Адалис. Может быть, если с ней поторговать хорошенько. И повысить отношения до ста. Тогда она нам все расскажет. Но это не точно. Мы можем попробовать ее подкупить. Давайте научный эксперимент проведем. Сохранимся. Я загружусь. Я, наверное, не поленюсь. Дадим ей 100 монет. Принять. Да. И она теперь хорошо к нам относится. Типа, по идее. Попробуем заговорить с ней еще разок. Вопросов о Адалис. Спросить мне, Адалис ли придумал эти проклятые ошейники. Короче, нет. А что там, подождите, было? А, показать товары попросить. Короче, не сработало. Так, добрался я уже до Алькова. Этот Гевин ждет нас уже. Давай. Вот здесь, вверх. Следуй мне. Вообще непонятно, что с теми ребятами сверху. Так, ну что? Отлично. Телепортируй меня на уступ позади, возле пня. А я переброшу тебя. Мы уже почти на свободе. Чувствуешь запах Эля? Запах дома. На уступ позади пня. Куда-то сюда, наверное, да? Что тут? Путь перекрыт. Так. На уступ позади пня. Выбираем его. О, да? А теперь... Ну, вроде бы сюда. Подойди ко мне ближе. Я тебя телепортирую. Но мне надо тебя видеть. Вот он я. Не достать. О, давай. Оп. Просто перфекти. Хорошо. Чего мне вот это включается, я понять не могу сразу. Прямо там. Так. Куда там тебя телепортировать? Я все пропустил. Куда? Сюда? Типа, да? Вряд ли сюда. Он хочет. Мне почему-то так кажется. Наверное, вниз сюда. Нет? Стоп. Почему у меня все время... Я что-то не врубаю. Чего мне хочет все время это бревно, чтобы я поломал? Атаковать, объединить. О. Можно бревно с чем-то объединить. Ничего себе. С каким-нибудь заклинанием. Бревна одно хп. Почему оно тогда не то самое? Может потому, что жезл надо? Какой-нибудь огненный. Чего, попробуем? Так. Сибила. Отходи. Оп. Нет, отходи, Сибила. И. О. Ура. Поломали. И тут дура есть. О. Так. Куда он хотел, чтобы я его... Телепортировал-то? Ничего нету. Сейчас мы попробуем поговорить с ним, может. Куда ты хочешь? К этому огромному валуну на той стороне оврага. Оттуда мы сможем пробраться мимо стража, не привлекая внимания. У. Оу. Оу. Вот это неожиданный поворот событий был. Ну, походу, сейчас выйдем в ту же пещеру, да? Так, Сибила. Труп эльфа. Отделенная ладонь и размокшая записка. Кстати, мы там какой-то дневник не прочитали, да? По-моему. Вот этот окровавленный дневник. Если сухий... Как ящер, да. Считали вроде бы. Меньше от королевской сокровищницы я не жду. Пусть даже она и на тюремном острове. Если эта тюрьма хоть как-то похожа на силу Верглен, то выбраться из нее будет не сложнее, чем попасть внутрь. Туда забирают всех колдунов подряд. Это притвориться колдуном проще простого. Высадился. Сразу нашел, кого обдурить. Один тип заявил, что у него есть заклинание телепортации. Без проблем заполучу его. Это в крокодилах мы нашли запись. Всего-то надо было наплести этому дурню, что мы сбежим вместе. Но я не собираюсь вести чужака к моему золоту. Оно так близко, что я чувствую его запах. Если верить Барберре, сокровищница должна быть совсем рядом с тюрьмой. Это мой счастливый билет. Стоит закрыть глаза, и я вижу ее словно наяву. Сокровищница короля брака. Окей. Давайте мы отведаем вкусную, сочную ладошку. Перед смертью изо всех сил думали о том, что спрятали сокровище. Вы хотели, чтобы оно досталось эльфу, чтобы отведавший вашу плоть смог насладиться тем, чем вы не смогли. А где сокровище? Сокровище. Размокшая записка. Это мои последние слова. Я желаю лишь одного, чтобы их прочел мой сородич. Тоже, кто одной со мной кровью. Незнакомец. Съешь меня и помни. Тогда я не останусь здесь навсегда. Может быть, ты уйдешь и заберешь меня с собой. Прошу тебя. Окей, я съел тебя. Где сокровища твои? Алло. Сокровища. Где вы? Вот тут у нас, вот тут сокровища есть. Но давайте мы сначала, наверное, выполним это задание. Какому-то пню он хотел, чтобы я его телепортировал. Может быть, сюда как раз. Хотя он смотрит куда-то сюда. Походу, здесь выход. Давайте зайдем в пещерку в эту. Я не готовился для этого. Что теперь? Я выбраться не могу теперь. Что за дела? Мы в тюрьме. Оу. Оу. Мы в тюрьме. Неожиданно. Мы оказались в тюрьме. И подняться наверх я уже не смогу. Блин, подстава какая-то. Ладно, вернемся к тому чуваку. Наверное. А можно убрать подальше отсюда эту девицу с ее мозговым слизнем? По-моему, он говорит о тебе? Сказать ей, пусть говорит с ним. Он, кажется, о ней что-то знает. Говорит о тебе. Как? Что? Убрать подальше? Отношение ко мне повысилось. Это мы еще посмотрим. Эй, Хрикунт, что нового? Я вообще-то отдыхать пытаюсь. Что бы там ни было у тебя с твоим жильцом, пусть оно происходит где-нибудь подальше от меня. Ты его видишь? Вижу. Нет, зато чую отменно. Ты же мистик, ты тоже мистик. Мистик? А, нет, я был, ну, вроде как демонологом. По крайней мере, учился на него. Честно говоря, без особого успеха. Душа у меня к этому делу не лежала. А вот учитель мой, тот настоящий маэстро. Ему-то я... Чему-то я у него все-таки научился. Он демонолог спросит, не поможет ли он вам с той тварью, что поселилась в голове у Лоуси. Сомневаюсь. Экзорцизм это трудный уровень. А я только первый наполовину освоил, пока меня сюда не упекли. Ну, что ты как баран, сделай хоть что-нибудь, или ты вообще ничего не можешь? Ну, возможно, я смогу сказать тебе, что конкретно это за тварь. А то, кто его знает, может это призрак, или бродячий дух, или вообще сновидец, который по ошибке не туда забрел. Дай-ка я кое-что попробую. Он кладет большие пальцы на виски Лоуси и не сильно прижимает ее в стопу своей. Ну-ка, ну-ка. Опа! Ну, нихрена ж себе. Твое счастье, девочка, что эта тварь до сих пор в куклу на веревочках не превратила. Да вашу же трупу. Тебе нужна помощь. Серьезная. Вздыхает. А то я сама не знаю. Сделай мне одолжение. Как выберешься отсюда, отправляйся на север от Дрифтвуда. Мой бывший учитель там что-то интересное нашел. А если кто и может тебе помочь, так это он. Дрифтвуд, бывший учитель. Интересно. Поняла. Спросить, как зовут учителя. Я не хочу говорить не при ее гостя, но будь спокойным. Лоуси, с такой штукой внутри тебя он или сам тебя найдет, или тебя к себе приведет рано или поздно. Окей. Это прям очень все неожиданно. События так разворачиваются. Че мы продолжаем собирать ведра на продажу? Бизнес ведерный устроим. Уровень 3 у двери. Она открыта. Может у меня ключ какой-то есть? Хотя там ключ вроде надо использовать. Конкретно, целенаправленно. Но никого нет. Че вы не выходите? Алло. Кровища какая-то. Так, че-то мне стремно стало уже. Что это там? Какой-то этот летает. Окей. Так. Давайте попробуем взломать. Открыто. Что-то не нравится мне все это. О, мы открыли алтарь странствий. Здесь мы можем... Отсюда можем телепортироваться. О, отлично. Мы можем выйти на улицу. Это победа. И вернуться потом сюда, когда захотим. Это круто. Но раз мы уже сюда зашли... Ой. Вы вглядываете в статую и узнаете ее лицо. Это же богиня Амадия. Когда-то, много лет назад, вы читали о ней. Протянуть руку, позволить одной капле упасть на ладонь. Капля одновременно сжет и морозит руку, но вы не чувствуете боли. Вы идете к потоку, стремясь к большему, страстно желая раствориться в нем. И тьма окутывает вас. Это я, наверное, на статую нажал, да? Ясно. Я думал, что-то интересное такое с Сибилой сейчас... Да, правильно. С Сибилой происходит. Так. А ну-ка карту откроем. Где мы сейчас... А-а-а-а. 600 опыта получено. Ясно, где мы. Мы, получается, вот здесь вот вышли первый раз, когда сюда пришли, правильно? Когда спустились в эти... Случайно. Можем здесь выбраться наверх. Давайте попробуем. Посмотрим сейчас, куда мы там выйдем. Сибила у нас активно. Окей. Сибилушка, давай. Перчаточки. Отлично. Сейчас кому-нибудь оденем. У кого у нас тут перчаток нет, у тебя как раз и нет. Держи. Немного защиты физической прибавим. Так. Тут ничего интересного. Ладно, давайте поднимемся наверх. Посмотрим, где мы выйдем. Пищу эту тюрьму будем. А-а-а. Вот так вот. Но телепорт у нас есть. Вроде должен работать. Я не знаю. Может, он скажет, что... А, фиг ты! Не телепортируешься. Не сможешь. Почему? Не знаю. Ну, в общем, мало ли. Так. А еще я хотел посмотреть, что мне там за последнее время надавали такого интересного. Полезного. Вроде ничего, да? Зуб. Можно с чем-то объединить. Ключики. Ясно. Пока ничего интересного нет. Хорошо. Тогда пошли. Здесь кто-то есть? Мышка? А за взлом нам опыт не дают, да? Это... Не та игра. Правильно? Как мы вышли, если я вот что-то не понял? Стой. Я даже дверь взламывать не пришлось. А ну, стой. 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 Пищит. Ой, привет. 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 Ты ищешь такую острую штуку, чтобы открывать замки? Улыбнуться. Воистину. Отмычки мы получили. Держи. Пока. И спасибо за блох. Спросить маленькую крысу, может ли она что-либо рассказать вам об этом месте. Об этом месте, ну, минимум, блохи тут чувствуют себя прекрасно. Ясно. Так. Ведро. Оружие для умельца. О. Мычки там валяются тоже. Кто ты? Кто ты? Убирайся прочь. Где стража? Стража! На помощь! Давайте интеллектом спокойно посоветовать ей вести себя потише. Если придут магистры, то и вам, и ей грозит беда. О, есть. Удалось убедить. Вот недаром я убеждения вкачал. По-моему, первое достижение получил в этой игре. Хорошо. Я шепчу. Я просто... Они сделают здесь ужасные вещи. Если хоть на секунду заподозрят, что я снова хотела сбежать, они сделают со мной то же, что с ним. Спросить, что она видела. Я не видела. Я слышала, здесь есть один мужчина. Они пытали его, допрашивали. Что-то про искателей и пробужденных. Это мы, да? Искатели и пробужденные. Все про нас, наверное. Он ничего не знал. Им было все равно. Я слышала, как он кричал. Слышала, как что-то пожирает его изнутри. Жует, грызет. Такого со мной не случалось. Этого не будет. Не будет, не будет. Сказать ей, что вы пытаетесь выбраться отсюда. Как она сбежала? Сбежать нельзя. Ты знаешь, что творится за пределами форта. Я пыталась сбежать. Я слышала об убежище на гулких топе, где принимают колдунов истока. Уже через каких-то пять минут до меня успели добраться мертвецы. Они рвали, царапали. Я еле сумела вернуться. И теперь, теперь сказать, что ей нельзя, это опасно оставаться. Снаружи скрежет костей. А здесь магистры. Режут, рубят, бьют, молотят. Что же делать? Нужно что же делать? Сказать, что вы не собираетесь здесь оставаться. Вы или покинете форт радость, или умрете при попытке к бегству. Бедняга, глупый дурак. Надеюсь, тебя ждет легкая смерть. Отсечение головы. Да, желаю тебе такой смерти. Береги себя, береги себя. Так, отмычки я хотел взять. Взяли. Чье-то тельце. Свиток телепортации. Окей. Так что, мы тебя выпускать не будем? О, слушайте, тут вон, вот, вот и выход у нее здесь, смотрите. Ну, может, не выход, но мы туда сейчас пойдем, наведаемся обязательно. Так. Посмотрим, чтобы тут никого не было. Хочу сундук лутануть. Стоп, не ты. Сибила. Давай. Ясно. Кого-то здесь... О, Вердас. Валяется такой с рукой за головой, разлагается потихонечку. Все нормально. О, а вот и... Магистры. Нельзя отпускать их. Кого они тут пытаются? Сам бы тебя скормить за предательство. А кто кого предал? И у этого сто... Это жесткие ребята, я даже не знаю. С ними пока возиться не горю желанием. Давайте пойдем откроем вот эту вот дверь сейчас. Не обращая внимания, мы тут просто прогуливаемся. Все, закроем, чтобы не палиться. И идем. Посмотрим, что здесь в этой пещере будет интересно. Подземный тоннель. Это как раз подземный тоннель, да, через который мы вышли. Окей. Сезарский гриб. И можно спуститься вниз. Там кто-то ходит. Кто тут ходит? Ой, тут все горит. Слушайте, кто тут ходит? Вот кто-то ходит. А вот и слизень. Нам про какого-то слизня говорили, да? Нет? Так, идем пока в эту сторону. Тут можно просто спуститься. Еще один. Так, тихо-тихо. Ух ты, елки-палки. Они жесткие такие, слушайте. Явно он со мной не захочет разговаривать. И еще у него, скорее всего, сопротивление к огню. Как мы его бить будем? Ну, это, слушайте, 99 брони сбить ему надо, а потом... Ну, хотя, если он будет один четвертого уровня. Я не знаю. Давайте попробуем. Сейчас мы сразу вызовем, может быть. Поставим тотем. А, подождите, подождите, подождите. А эта слизь может и как-то забраться к нам, наверное. Придворный огненный слизень. Может, нам не надо с ними драться? Вообще-то. А, какого мы вызовем? Давайте мы вызовем на луже с ядом. Элементаля. Так. Давай-давай, не стесняйся. Че-то... Че-то как в самом деле. Вызывай. Алло? А, стоп. Не то. Вот элементаль. Окей. Идем. Впереди что-то есть. О, говорящие слизни. Эй, не пойму, что ты такое. Неважно. Тебя послал Брак. Он готов извиниться? На миг замяться и сказать, что вы не понимаете. Нахмуриться и сказать, что вы не позволите, чтобы столь отвратительное существо говорило с вами. Сказать, что король Брак давным-давно умер. Осознать всю шаткость вашей ситуации и подыграть ей. Сказать, что вас отправили сюда с посланием. Подыграем? Подыграем? Я должна была выйти замуж за брака. Но после небольшой ссоры он впал в ярость. Он наложил на меня и мой двор проклятия, превратив в чудовище. Что ты видишь перед собой? Но рано или поздно он образумится. И тогда уж ему придется молить меня о прощении. Сказать, что вы с радостью передадите ему послание, если она даст вам пройти. То, что у слезняка вместо морды искажает в гримассе подозрения. Похоже, ты очень спешишь покинуть нас. Очень спешить. Знаешь, что мне это говорит? Ты шпион. Так. Что у меня самое высокое? Телосложение, по-моему, у меня самое высокое, да? Давайте телосложение используем. Сказать, что у вас и в мыслях не было самой возможности предать столь царственную особу, кой она является. Ваши намерения чисты, как первый снег. Опа. Удача. А опыт мне дают за удачное убеждение? Если нет, то печально. Что ж, возможно, ты не шпион, но в тебе что-то есть. Если ты и вправду слуга брака, то наверняка знаешь, в какой руке он держит топор. Влево или в правой? Где же те книжки были, которые я читал? Одну секундочку. Мне надо прочитать. Король брак. Портрет злат. Он третий. Когда короли истока творили великие. Брак на страх сестру, завершив ритуал, внежить, сделав бессмертным лечом. Нет. Дневник. Вот. Том седьмой. Долгая жадность. Живых. Смертью. Жизнь. Дать ему ваше. Нет. Что? Ничего нам не напишут. Так. Том седьмой. Сервозно. Во. Может тут. Сколь бы ни были доблестные. Так. Брак. Сжи обязанная. Дом. Членов. Король мертв. И че-то че-то жуткое. Плохо. Я сдаюсь. Давайте в правой. Или в левой. В левой давайте. Неверно. Стража. Убить его. Ого. Ого. Как-то все плохо. Оборачивается. Ну значит в правой. Ну что. Мы теперь знаем. Но это. Серьезно конечно. Камнем доброшу я. Оно еще и лечится в огне. Но у меня других вариантов то особо и нет. Кроме как огнем фигачить. И это печально. Ну хотя. Давайте попробуем. Мало ли. Да. Огонь ее тупо лечит. Ооо. Это безнадежная битва. Это совершенно безнадежная битва. Слушайте. Может мы ее потушим. Попробуем сейчас. Кстати. Давайте я сейчас свой ход отложу. Пока что. Да. Если мы тут водой попробуем все залить. Просто-напросто. Сибила. Кинь его еще булыжник. Так нравится как она ногой отбивать этот камень. Ну. Бесполезное занятие. Вообще. Так. Бутыль с маслом. Все плохо. Она как раз у нас. У нее доугнен этот посох. Ладно. Отходи. 10 очков только что. Сгорело здоровье у нее. Оооох. Не. Это битва слишком жесткая тут. Так. Вот. Попробуем сейчас. Вызвать дождь. 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 Тушим все к чертям. Влага. Но все не тухнет на самом деле. Град. Давайте попробуем град. Я не знаю. 15 урона всего-то навсего. Все печально на самом деле весьма. И яда уже нету. Да. Мы на яд не сможем вызвать. Не. Тут я загружаюсь. Тут надо. Или проходить мимо этих ребят. Аккуратненько. Давайте мы попробуем. Пройти мимо этих ребят сейчас. Потому что драться с ними это не то. Вот кстати. Вот это будет моя большая проблема. Потому что у меня в основном-то огненный урон. По большей части. Мы-то потом добавим других школ. Может быть. Да. Других элементов. Но все равно. Во всяком случае. Сейчас у нас в основном огненный урон. Так. Хорошо. Допустим. Давайте попробуем. Ну чтобы не обузить сейв. И не отгадывать эту загадку. Насчет право-лево. Еще раз мы попробуем. Как-то может быть вот здесь пробежать. Да. Вообще нужно ли нам туда? Вот еще вопрос. Нам вообще может в другую сторону нужно. Так. Уползли. Да. Уползли. Пошли. 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 Кто-то там еще есть. Кто здесь? А. Слизень здесь. Пошли. 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 Больк. Больк. Ну кстати. Одного мы можем разобрать. Попробовать. Как-то. Не знаю. Как вам попроще. Помягче. И он вроде на нас не сагрился. Хитро. Побежали тогда. Больк. Больк. Он на нас не агрится. Оп. Спалил это, да? Странное чудище, окутанное пламенем и блестящей слизью, смотрит на вас почти с ожиданием. Уставится на существо и медленно спросить, понимает ли оно вас. Хмуро глянуть на вязкую огненную тварь и приготовиться к бою. Да, мы попробуем уйти. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли, пошли. Не отвлекаемся. Пусть себе. Гуляют здесь. Окей. Я согласен. Мы прошли. Так. Куда мы прошли? Давайте смотреть. Что у нас тут интересного такого? Давайте сначала мы Лоуси возьмем. Это что там валяется такое? Что это такое? Что я не могу подобрать его? Кастрюля. Кастрюля 4 копейки стоит. Заживем. Ведро воды. Пузырь с водой мы нашли, да? Может быть теперь, когда у нас куча воды есть, то сможем что-то сделать с ними? Я даже не знаю. Блин, я хотел прочитать. Получилось подобрать. Так, вода. Кстати, оружие умельца. Жезлы прочитаем. Мы вроде не читали. Зачем нам разделочная доска? Я вообще без понятия. Давайте почитаем вот эту вот записку. Я добрался до этого места. Теперь осталось пройти совсем немного. Я слышу, как разговаривают эти странные создания. Похоже, одно из них королева, а остальные ее подданные. Судя по всему, они уже очень давно не могут выбраться из этой ловушки. Я буду действовать незаметно, когда королева начнет одну из своих проникновенных речей. Я проскользну мимо них, и когда меня даже... И никто меня даже не заметит. Домой, в Карво, в Раскет, на мою родную ферму. Так, хорошо. Хорошо, что они меня тоже не заметили. Пойдем осмотримся здесь. Дождевик. Хорошо. Лестница наверх. Еще грибочки. Не достать. Видимо, тут как раз телекинез пригодился бы. Ну ладно. Может, кому-нибудь вкачать телекинез? Я даже не знаю. А, это как раз мы спустились. Все, я понял. Так. Давайте тогда пройдем... Вот. Здесь, может, что-то есть. Потенциально интересное место. Ну, блин, если он... Реально, наш урон его будет хилить огненный, да? То мы... Даже с одним не справимся. Волшебные карманы. Сибила получает новую вещь. Лопата. Ее передает галактике с помощью волшебных карманов. Окей. Оу. Волшебный эльфийский посох. Который тоже бьет водой. Может, вода по ним будет просто сумасшедший урон наносить, кстати? Ну... Ну, водой я и не бил толком. Правильно? Правильно. Книга навыка. Куриная лапа. Хммм. Так. Хорошо. Мне бы хотя бы одно водное заклинание для Лоуси, да? Нормальное, которое бы урон именно наносило водичкой хорошенько. Тогда можно было и попробовать повозиться, порасчищать. Но пока... Покачат как-то... Напряженка выходит. Ладно. Раз такая пьянка, пошли... Сейчас вы... А. Сейчас нам уже серию пора заканчивать. Ладно. Мы тогда сейчас выходим, пробежимся в этот... В Альков. И к этому чуваку, который нам перчатки дал, мы попробуем дальше выполнять этот квест. Но в пещеру пока заходить не будем. Ну, разве что, может, с ним уже, да? В следующей серии. Посмотрим, что там. И в тюрьму потом тоже вернемся. У нас такая быстрая пробежечка исследовательская была. Вот. Ну, а пока что... Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok